Утром первого, мы на месте. Тринанс за руководством включили эту сколу поезды. Изов принято, уезжаем. Плохая погода, установившаяся накануне, стала причиной множества ДТП в городе. На бульваре Кунаева водители, не рассчитавшие скорость на обледеневшей трассе, разбивали автомашины. Так, на участке дороги, недалеко от проспекта Рыскулова, столкнулись автомашины ВАЗ-2114 и Мерседес-Бенц. В результате аварии травмы получили оба водителя. Главное, что оба водителя живы. Удар ведь был сильный. На дороге гололед, а водители этого не учли. Мой сын ехал оттуда, но его занесло и сзади ударила машина. А в районе базара Евразия по проспекту Рыскулова столкнулись пять автомашин. Два водителя, пострадавшие в ДТП, посчитав ущерб незначительным, уехали с места происшествия, не дожидаясь выездной группы дорожной полиции. Две машины здесь уже стояли, столкнувшись, я потихоньку подъезжал к месту аварии, когда сзади в меня врезалась другая машина. Как говорят водители, одной из причин ДТП стали дороги, не посыпанные песком. Все пострадавшие в аварии автомашины полицейские доставили на штрафстоянку. И сейчас выясняют степень вины водителей в этом ДТП. Сотрудники ювенальной полиции провели очередной рейд по несовершеннолетним. Такие профилактические мероприятия уже дали результат. Полицейским удалось снизить количество правонарушений среди подростков. По сравнению с прошлым годом, нам удалось снизить число правонарушений среди подростков на 37,5%. Поэтому такие рейды мы будем проводить регулярно. Около десятка подростков в ходе рейда после 23 часов были доставлены в стационарный пункт полиции. Если выяснится, что молодые люди совершеннолетние и за ними не числится правонарушений, полицейские ограничатся предупреждением. Если же подростку не исполнилось 18 лет, за пребывание на улице после 11 вечера их родители ожидают административное наказание.